Первое у нас выступление Игоря Сергеевича Святого «Как улучшить контроль артериального давления в реальной клинической практике». Пожалуйста. Здравствуйте. Меня слышно? Да, добрый день, я вас слышу. Я с вашего позволения выключаюсь тогда. Да, Павел Андреевич, добрый день еще раз. Добрый день, коллеги. Говорим раз, очередной раз о проблемах, связанных с контролем артериального давления, ну и с основной проблемой, которая рассматривается в этой области. Это все-таки, главное, все-таки не контроль артериального давления, а через контроль артериального давления снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Что мы видим в мире на сегодняшний день? На сегодняшний день, если мы посмотрим динамику смертности в мире, да, то вы увидите, что идет, имеется существенный рост смертей от ишемической болезни сердца и от инсультов. Суммарно на 2015 год это было 15 миллионов человек. И прогностическая цифра, что к 2025 году число больных артериальной гипертонии, которая чаще всего лежит в основе как раз этой патологии, составит примерно больше полутора миллиардов человек. В России где-то примерно по расчетам 44 миллиона россиян имеют повышенное артериальное давление. Из них две трети это пациенты высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, пациенты страдающие ИБС, если в конечных цифрах, то это практически 29 миллионов человек. Это огромная цифра. Еще в начале 2000-х, а точнее в 2002 году в Жузнаме-Ланце были опубликованы данные анализа 61 исследований, которые показали, что у пациентов с артериальной гипертензией, с повышением артериального давления в возрасте от 40 до 90 лет, повышается риск смерти от ишемической болезни сердца. Все это наводит на размышления о том, что для того, чтобы предотвратить последствия, в первую очередь, наверное, надо действовать на причину, лежащую в основе, то есть на артериальную гипертензию. Что же мы видим у нас? Здесь представлены данные 2014 года, когда у нас 23% человек контролировали артериальное давление, и 77% не контролировали, сегодня ситуация получше. Но надо сказать так, что примерно за 5 лет мы улучшили показатель примерно на 2%. Ну, это практически на уровне статистической погрежности, то есть реального сдвига в этой ситуации, к сожалению, не произошло. Каковы основные причины недостаточного контроля, недостижения целевого артериального давления? В принципе, их можно разделить на 2 группы. Группа номер 1 – это причины со стороны врача, группа номер 2 – это причины со стороны пациента. Ну, со стороны пациентов основная причина – это низкая приверженность к лечению. На сегодняшний день эта причина выходит на одно из ведущих мест, об этом я скажу несколько позже. Причины со стороны врача – ну, недостаточность, скажем так, нацеленность на достижение целевого артериального давления, недооценка неведикаментозных методов лечения, нерациональный выбор лекарственных препаратов, неадекватной дозировки, сложные схемы терапии и недостаточное использование фиксированных комбинаций. Так это можно все, в общем, выделить. Итак, если говорить об идеальном препарате, который нужен врачу в реальной клинической практике, в реальной клинической практике – это препарат, который должен эффективно контролировать давление сутки и более, особенно это должно отражаться в ночные и утренние часы, препарат должен снижать смертность и частоту сердечно-сосудистых осложнений, особенно у пациентов высокого риска, препарат должен подходить как для стартовой, так и продолжающейся терапии, ну и, конечно, высокое качество произведенного лекарственного препарата. Почему я так обратил внимание на ночные и ранние и утренние часы? На сегодняшний день хорошо известно, что наибольший эффект по снижению сердечно-сосудистого риска оказывает снижение ни дневного, ни суточного, ни даже двухсуточного артериального давления, а именно ночного артериального давления. Обратите внимание, снижение всего на 5 мм плотного столба приводит к снижению риска сердечно-сосудистых осложнений на 12%, что практически в два раза больше, чем снижение на такую же величину 48-часового систолического артериального давления. Немножко о классах препаратов. До недавнего времени считалось, что класс препаратов, такой как ингибитор АПФ, является основным, ведущим, и только он снижает и риск смерти, и риск осложнений в виде инфаркта, инсульта и так далее. Несколько лет назад, а точнее в 2017 году, был представлен данный регистр РИЧ, это данные использования препаратов в реальной клинической практике, которые сегодня также используются в доказательной медицине. В доказательной медицине ингибиторы АПФ достаточно серьезно проиграли в эффективности амблокатором ренин-ангиотензин-эрдостероновой системы. Как видите, например, риск сердечно-сосудистой смерти на блокаторах рецепторов к амгиотензину снизилось на 17%. Ну и там общая смертность, как видите, кумулированная конечная точка, куда вошло все, и смертность, и инфаркт, и инсульт. Вот. Единственные два показателя, которые не изменились достоверно, это нефатальный инсульт и нефатальный инфаркт миокарда. Если разбирать группу сортанов, она у нас большая, как, в общем, и группа ингибиторов АПФ. Хотелось бы обратить ваше внимание на такой препарат, как Телмисортан. Препарат, конечно, не новый, мы о нем все давно знаем, но обращаю ваше внимание, если сравнивать его с другими препаратами этого класса, это препарат, имеющий одно из наибольших периодов полувыведения, что, естественно, повлияет на его продолжительность, его эффекты, и вот отсутствие взаимодействия с системой цитохрома, что, конечно, очень важно, если мы задумываемся о неблагоприятном взаимодействии различных лекарственных препаратов. Это препарат, который является одним из наиболее длительно блокирующих рецепторов первого типа, и это тоже сказывается на его как эффективности гипотензивной, так и на продолжительности его эффекта. Доказать это можно рядом исследований, ну, например, я могу привести сравнительное исследование гипотензивной эффективности ТЭЛМИ-САРТАНОВА в сравнении с ВАЛСАРТАНОМ. Прощу ваше внимание. Через 18 часов после приема, и что отразилось и по влиянию на систолическое и на диастолическое давление, ТЭЛМИ-САРТАН продолжал сохранять свою высокую эффективность у ВАЛСАРТАНОВА стала снижаться. Если произвести несложный расчет, предположив, что пациент принимает препарат утром, утренний прием это где-то в районе 8 часов утра, то это как раз время ночное, то есть после 12 часов ночи и до утра эффективность препарата, то есть до следующего приема, эффективность ВАЛСАРТАНОВА существенно снижается и уступает эффективности ТЭЛМИ-САРТАНОВА. Еще один немаловажный фактор – это эффективность препарата при пропуске дозы. Почему это важно? Ну, никому не секрет, идеальной приверженности к лечению не существует. Хоть когда-нибудь практически каждый пациент обязательно пропустит прием очередной дозы лекарственного препарата. Если вы обращите внимание, то на вторые сутки картина точно такая же. ТЭЛМИ-САРТАНОВА продолжает свою эффективность, ВАЛСАРТАНОВА эту эффективность снижает. Одним из косвенных показателей, отражающих эффективность препарата в ночные часы, является эффективность в ранние утренние часы. Здесь представлена эффективность таких препаратов, как ЛАЗАРТАНОВА, ВАЛСАРТАНОВА, ТЭЛМИ-САРТАНОВА в двух дозировках и АМЛОДИПЕНО. Как видите, эффективность ТЭЛМИ-САРТАНОВА, что начальной, что максимальной терапевтической дозировки, равноценно препарату АМЛОДИПЕНОВА, и ЛАЗАРТАНОВА, и ВАЛСАРТАНОВА несколько уступает этой эффективности. Для примера покажу вам результаты сравнительной эффективности ТЭЛМИ-САРТАНОВА. с периндоприлом тоже достаточно такой популярный препарат в нашей стране. Как видите, опять-таки статистически достоверное различие в эффективности, и, к сожалению, не в пользу периндоприла. В данном случае ТЭЛМИ-САРТАНОВА тоже оказался, проявил явные преимущества. Для наших пациентов, как известно, одним из наиболее важных факторов, влияющих на то, будет он применять лекарственный препарат или не будет, является даже не стоимость лекарственного препарата, а наличие побочных эффектов. Вот если говорить о наличии побочных эффектов у ТЭЛМИ-САРТАНОВА, здесь представлено его сравнение с разными препаратами представителей группы ингибиторов ВПР, как видите, наличие любых нежелательных явлений практически в 5 раз меньше, отказ от лечения из-за нежелательных явлений на треть меньше, ну и, как видите, появление кашля на 77%, но это огромная, конечно, величина, но неудивительно, это практически самый неблагоприятный, самый часто встречающийся побочный эффект от приема ингибиторов АПФ. Если сравнивать всю группу САРТАНОВ с группой ингибиторов АПФ, то обращаю ваше внимание, отказ от лечения, здесь, как видите, очень большая выборка, это метаанализ 125 исследований, практически 200 тысяч пациентов, так вот, отказ от лечения из-за кашля на САРТАНОВ был практически в 10 раз меньше, чем на ингибиторах АПФ. Мы все понимаем, что отказ от лечения влечет за собой необходимость нового подбора терапии, это опять-таки, так сказать, время, это нервы, ну и плюс некоторая неуверенность пациента, который может даже начать не доверять врачу. Современные рекомендации говорят о том, что пациентам второй и третьей степени артериальной гипертензии медикаментозная терапия должна быть начата немедленно, но даже у пациентов с высоким нормальным и гипертонией первой степени, если наблюдается высокий сердечно-сосудистый риск, необходимо рассмотреть терапию лекарственными препаратами. В последние европейские рекомендации, в российских последних рекомендациях та же ситуация, уже источены целевые цифры артериального давления, на сегодняшний день более оптимальным считается снижение систолического давления до 130-120 мм плутного столба и диастолического до 80-70 мм плутного столба. Самое главное, что произошло в 2018 году, произошел практически полный отказ от монотерапии, как стартовую форму лечения. Исключение составляют только пожилые и ослабленные пациенты или пациенты с давлением ниже 150 мм, плутного столба и ниже сердечно-сосудистого риска. В рекомендациях отдано преимущественно блокатором ренином гиотензии альдостероновой системы в комбинации с антагонистами кальция или диуретиками, ну, здесь уже на усмотрение врача. На втором этапе трехкомпонентная комбинация, на потом уже другие, так сказать, добавление других дополнительных лекарственных средств. Если говорить об эффективности теломесортана в комбинации с гидрофлортиозидом, например, в сравнении с ломесортаном, опять-таки мы видим, что теломесортан подтверждает свое преимущество даже в комбинации, хотя, как известно, комбинированная терапия несколько нивелирует различия между препаратами, применяемыми в виде монотерапии. Ну, неудивительно, что комбинация лекарственного препарата существенно эффективнее достижения целевого артериального давления, чем монотерапия. Ну, здесь представлена монотерапия гидрофлортиозидом и волсортаном в разных дерлизировках. Сравниваем с 80% комбинации теломесортана с гидрофлортиозидом 85%. Хотел бы сразу же напомнить, всего лишь теломесортан гидрофлортиозид 85% достижения целевого артериального давления. Сегодня у нас где-то все равно больше 70% больных не достигает целевого артериального давления. Достаточно простой способ, который можно применить в реальной клинической практике. Итак, профиль безопасности комбинации препарата. Тут есть, конечно, тоже вопросы, потому что все-таки гидрофлортиозид препарат такой достаточно ну, нашумевший. В свое время были большие опасения по поводу этого препарата. Обращаю ваше внимание, что теломесортан в моноформе, что теломесортан в комбинации с гидрофлортиозидом не только не чаще дает нежелательные явления, но даже несколько ниже, чем плацебо. То есть комбинация препаратов достаточно безопасна и даже, как видите, в некоторых случаях комбинация даже дает меньше нежелательных явлений, чем монотерапия теломесортана. Если говорить отдельно от гидрофлортиозида, очень много было разговоров о его неблагоприятном действии на профиль глюкозы. Обращаю ваше внимание по данным данного исследования. На дозе 12,5 мг гидрофлортиозид не только не вызвал повышение глюкозы, но даже и вызвал его снижение. Ну а доза 25 мг дала повышение где-то на 0,01%, но это, в общем, достаточно незначительно. Кроме того, теломесортан на сегодняшний день, если оценивать количество пациентов, участвовавших в исследовании, ну это, в общем, препарат, изученный на наиболее большом количестве пациентов, как видите, здесь практически 52 тысячи пациентов в сравнении, ну это все видно, с другими препаратами группы теломесортана. Одними из главных исследований, ну я даже сказал, это самые важные исследования по теломесортану, это, конечно, исследования онтаргет и трансцент. Онтаргет это исследование прямого сравнения теломесортана с ромеприлом, плюс в исследовании участвовала еще комбинация теломесортана с ромеприлом, Трансцент это Телмисартан против плацебо. Там включались пациенты, которые не могли принимать ингибиторы АПФ, поэтому это было прямое сравнение с плацебо. В обоих исследованиях примерно одинаковые были критерии включения и исключения, они изложены на данном слайде. В основном это были пациенты высокого риска с ишемической болезнью сердца, с поражением периферических артерий, с церебровоскулярными заболеваниями и с сахарным диабетом. Если внимательно изучить конечные результаты исследования OnTarget, прощаю ваше внимание, по всем позициям, по отдельным позициям, нигде статистически достоверной разницы в эффективности Телмисартана и Ромеприла выявлено не было. Напомню, Ромеприла это первый препарат из группы ингибиторов АПФ, я его вообще считаю практически самым лучшим в этой группе. Первый препарат, который доказал свою высокую эффективность снижения риска сердечно-сосудистых осложнений смертности у пациентов с артериальной гипертонией, за что и получил соответствующие рекомендации. Следовательно, препарат показал равноценную эффективность во всех группах больных. Если брать комбинированную конечную точку, это смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркт, инсульт и госпитализация по поводу ХСН. Как видите, все три группы показали равную эффективность. Напомню на всякий случай, что использование комбинации двух блокаторов ренино-ангиотензина-альдостороновой системы, даже таких хороших, как Телмисартан и Ромеприл, сегодня является нерекомендованным и нерациональным. В исследовании Трансцент для подтверждения своей высокой эффективности, которое было проведено, Телмисартан доказал, что самостоятельно он хорошо может работать. В частности, результатом исследования явилось снижение относительного риска на 13%, опять-таки риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта. Таким образом, если мы посмотрим показания для различных сортанов, здесь на этой таблице представлены практически все. Обращаю ваше внимание, вот ишемическая болезнь сердца, инсульты и так далее, вот эта вся группа высокого сердечно-сосудистого риска. Единственный препарат, который имеет показания в этой зоне, это, конечно, Телмисартан, и это отмечается во всех рекомендациях, и в рекомендациях российских, и в рекомендациях европейских, и в рекомендациях американских. На это делается особо, заостряется на этом особое внимание. Теперь пару слов о блокаторах кальциевых каналов, в данном случае немножко более, конечно, об обладепине. Но первое, что нас интересует, опять-таки, напомню, в препарате это его продолжительность действий. Все-таки количество приемов в день существенно влияет на приверженность к лечению. Но если сравнивать три таких хороших представителя этого класса, как аммлодипин, длирканидипин и дифидипин, то мы видим, что с самым длинным и существенно превышающим опыта этих препаратов, с самым длительным периодом полуовведения, естественно, это скажется на продолжительной эффективности препарата, обладает аммлодипин. Чем хорош аммлодипин в комбинации с блокаторами ренина, гигитензинно-олестероновой системы, а в частности рецепторов к аммлодипинам? Ну, все мы знаем механизм действия блокаторов кальциевых каналов, эффект последуется через расширение артериол и следует на снижение артериального давления. БРА у нас блокирует АТ-рецепторы только первого типа. Вот это гипотензивные эффекты и другие сопутствующие ему положительные эффекты. Но препарат никак не влияет на амгиотензиновые рецепторы типа 2. А вот через эти рецепторы влияние амгиотензина 2 приводит к положительным эффектам, среди которых уменьшение задержки натрия, воды. Но один из наиболее важных это опять-таки вазодилетация. Таким образом, мы суммарно получаем в комбинации этих препаратов дополнительную вазодилетацию и, следовательно, дополнительное снижение артериального давления. При этом, если мы посмотрим на достаточно хороший мета-анализ, 7 рандомизированных исследований, почти 4 тысячи больных, комбинация сортанов с артагонистами кальция против монотерапии антагонистами кальция. Обращаю ваше внимание, контролируемость артериального давления, ну, в то время надо было контролировать ниже, давление нужно было снижать ниже 140 на 90. На 59% контролируемость артериального давления была выше, чем в монотерапии, и что немаловажно, это на 12% количество побочных эффектов. То есть комбинация не только повысила эффективность, но и снизила частоту побочных эффектов. Один из наиболее таких важных побочных эффектов это отеки на ногах, как мы знаем. Чем происходит из-за того, что антагонист кальция приводит к прикапиллярному расширению артериал, что в дальнейшем приводит к появлению отека на лодыжках. При добавлении блокаторов ренином геотензина альдостероновой системы происходит и посткапиллярное расширение сосудов, что снижает риск развития отеков. Есть ряд исследований и метаанализов, которые говорят о том, что по некоторым данным, что частота отеков на ногах в 4-5 раз ниже на комбинации блокаторов ренином геотензина альдостероновой системы с антагонистом кальция, чем на монотерапии антагониста кальция. Ну и вообще ни у кого не вызывает сомнения, здесь метаанализ где-то почти 50 тысяч пациентов. Мы знаем, что снижение относительно сердечно-сосудистого риска примерно на 31%, в среднем на 31%. На данном слайде предъявлен ряд исследований, где препарат амлодипин сравнивался с рядом. В ЭЛЮ это сравнение амлодипина с волсартаном, есть исследования с атенололом, есть с гидрофлортиазидом. Мы посмотрим во всех исследованиях достоверное и достаточно высокоэффективное снижение и риска сердечно-сосудистых осложнений, риска смерти и так далее. То есть эффективность препарата в монотерапии не вызывает сомнений. Эффективность комбинированной терапии подтверждается рядом исследований. В данном случае представлены данные влияния комбинации ТЭЛМИ с артаном, с амлодипином против монотерапии амлодипином. Как видите, систолическое давление снижается более эффективно. То же самое подтверждается и на диастолическом артериальном давлении. Как видите, и в том и в другом случае статистически достоверное различие в действии препарата. Если выбирается стартовая терапия в виде комбинации, уже это приводит к существенному снижению различных неблагоприятных линий. Посмотрите, опять-таки, выбор стартовой терапии в виде комбинации препаратов приводит к 21% снижению риска сердечно-сосудистых осложнений, 37% снижению риска развития ишемической болезни сердца, ну и вот 39% фибрилляции предсердия. Мы все с вами знаем, что блокады ренина ангиотензии в ледосторонной системе имеют такой эффект, как снижение риска развития новых случаев фибрилляции предсердия. Если говорить об ответе на лечение, это как раз группа пациентов, которые у нас обычно в статистике представлены как пациенты с резистентной терапией, с резистентным течением артериальной гипертензии, обращаю ваше внимание, комбинация дала ответ на терапию более чем у 87% больных. То есть и очень высокий ответ на комбинацию всего лишь двумя лекарственными препаратами. Итак, комбинация дает, особенно если это фиксированная комбинация, фиксированная комбинация дает преимущество как в эффективности, так в повышении приверженности к лечению, повышает ответ, ну и синергизм дает как плюс в сторону эффекта гипотензивного, но плюс еще и дает эффект снижения частоты побочных эффектов. Как я уже сказал, низкая приверженность к лечению это одна из серьезных проблем современной медицины. Как видите, низкая приверженность к лечению на 41% снижает контролируемость артериального давления, существенно на 15% повышает риск инфаркта и инсульта, ну а если брать отдельно один инсульт на 22%. Естественно, развитие таких тяжелых осложнений приводит к госпитализациям, что приводит к существенному удорожанию стоимости лечения пациентов. Естественно, это все деньги и эти деньги нам с вами нужно считать. Если мы говорим о фиксированной комбинации, то применение фиксированной комбинации сразу же повышает приверженность к лечению на, ну вот, в среднем на 24%. Любое повышение приверженности к лечению всегда у нас приводит к дополнительным положительным эффектам, как я сказал, в том числе и экономическим, особенно с точки зрения пациента. Фиксированная комбинация это, конечно, еще и удобство, это качество жизни. Фиксированная комбинация, меньше таблеток, меньше держать в голове, но это на пациента обладает большим влиянием. Итак, если мы повышаем приверженность к лечению, в данном случае приведен еще один метод, мета-анализ пациентов, которые наблюдались в течение трех семей лет на гипотензинной терапии, примерно 50 тысяч пациентов. Повышение приверженности к лечению всего лишь на 15% приводит к снижению риска смерти и снижению риска инсульта на 7,8% соответственно. Ну, как видите, результат очень серьезный, это очень большие цифры, если мы вспомним, сколько у нас пациентов страдает артериальной гипертонией и ишемической болезни сердца, как видите, эффект достаточно серьезный. Ну, на этом я хотел бы закончить свое выступление, спасибо за внимание, если у вас есть вопросы, пожалуйста, сообщайте. Спасибо. У меня есть вопрос, могу я на него ответить? Да, я вижу, вы просто отвечаете, конечно. Да, итак, вопрос звучит так. При переводе пациентов с ингибиторов АПФ на БРА, какой временной промежуток нужен после прекращения приема ингибитора АПФ? Ну, любое из этих, ну, большинство из этих препаратов обладает суточным действием, поэтому замена лекарственных препаратов практически день в день никаких проблем не вызовет. Никакого периода, так скажем, очистки организма от предыдущего препарата, я думаю, не нужно, но в любом случае я бы рекомендовал не начинать с эквивалентных доз, если вы переводите с одного препарата на другой, все равно начинать с минимальной дозировки лекарственного препарата, ну, с целью обезопасить себя от каких-либо нежелательных явлений. Вот так бы я ответил на это вопрос. Спасибо. Игорь Сергеевич, насколько я понимаю, вы практикующий врач. Да. В отличие от многих лекторов, которые тут... Я еще и практикующий врач, да. Помимо всего прочего. Да. И я хотел вот спросить такой вопрос. Наверняка сейчас уже полтора года мы имеем, так сказать, проблемы с ковидом. Наверняка к вам приходили больные с ковидом и с гипертонией. Да. Вы что-то такое особенное заметили у них? Ну, вот из тех пациентов, которых я видел, единственное, на что я пока обратил внимание, значит, первое, это у достаточно большой части больных повышается холестерин, что, естественно, влияет на сердечно-сосудистый риск. Ну, в комплексе. Вот. Какого-то серьезного влияния конкретно на течение, здесь бы я бы сказал, что это не столько сам ковид повлиял, а это, скорее всего, вот нервозность обстановки, психоэмоциональный статус пациента приводит к тому, что он несколько более, скажем так, возбужден. И поэтому есть некоторая тенденция к повышению давления. Пациенты, у которых был достигнут хороший контроль артериального давления, теряют этот контроль. Но, честно говоря, через какое-то время, достаточно быстро, небольшая коррекция в лечении, в общем, как только у пациента там 2-3 недели давление опять возвращается к норме, оно удерживается на этих цифрах, он тоже немножко успокаивается. И это, ну, в общем, так приводит к стабилизации состояния. Вот каких-то выраженных проблем я не увидел. Я помню эти все вот вопросы в начале ковида, когда там были подозрения, что ингибиторы АПФ могут как-то влиять на заражаемость ковидом и так далее. Ну, сейчас эти все вопросы уже разобраны, мы знаем, что никаких проблем не существует. К сожалению, не могу отследить, мне попалась в свое время работа, она экспериментальная, на мышах, но все-таки работа, которая показала, что при поражении легких ковидом и при применении сортанов, сортаны оказывают защитное действие на легких. Вот было бы интересно увидеть клиническую работу в этом отношении. Вот, ну, просто говорю, то, что прочитал в литературе, никакой собственной, скажем так, никаких собственных наблюдений на эту тему нет. Тут надо, конечно, достаточно серьезное исследование, но вот такая интересная мысль у меня есть. Понятно. Не имею возможности. Пока там наши слушатели раскачиваются с вопросами, а гипотонии тоже не видели? Нет, гипотония встречается, но это больше, я с этими пациентами не контактировал, потому что это больше пациенты как раз в стадии болезни. Это на начальных этапах. Нет, нет, а постковидные больные. А в постковидных гипотонии, ну, вот у меня такой выраженный, ко мне не обращаются. Ну, это любопытно, я с подвохом вам задаю вопросы. То есть вы это видели? Ну, не то слово. Да? Слово, да. В постковидном синдроме это у меня более часто встречающаяся проблема. Это гипертония и гипотония. Ну, возможно, просто я все-таки, ну, не врач, который сидит совсем на приеме, да? Ну, понятно. Количество пациентов у меня меньше, чем мне обычно присылают пациентов таких уже, с которыми не справился участковый терапевт. Я думаю, что тут даже хуже проблема. Я думаю, что больных с постковидным синдромом вообще терапевты пытаются сбагрить куда-нибудь, не до них. И до вас они просто не доходят. Я именно это хотел от вас услышать, как от практикующего кардиолога, что вы этих больных не видите. Я их вижу достаточно мало, да, достаточно мало. Это интересно, значит, куда-то они, они же есть. Да, они есть. Но, к сожалению, знаете, хотел бы сказать так, желание врача сбагрить пациента куда-нибудь, она существовала и до ковида. Это я согласен. Да, это связано с большой нагрузкой, а та нагрузка, которая сейчас в поликлиниках существует, это вообще что-то запредельное. Вот, и поэтому они, естественно, всеми силами пытаются переправить пациента куда-нибудь в сторону. Ну да, но поскольку давление действительно это не первая проблема, с которой больные приходят к врачу с постковидным синдромом, но тем не менее. Просто мы видели больных с давлением, ну если мы говорим про гипертонию, с давлениями до 300. И у нас совершенно другая тактика ведения этих пациентов, она гораздо более примитивна и сильно, может быть, устаревшая, но мы их лечим капотеном. Ну, вы знаете, при всей, скажем так, сначала скажу так, при всем том, что у нас и в лекциях, и там в публикациях говорили про капотен, да, и о том, что не надо этого делать, я являюсь как раз приверженцем того, что все-таки рано списывать со счетов. Ну, это точно, Саша. Да, не говоря уж о том, что капотен вообще золотой стандарт ингибиторов АПФ, препарат изученный везде, всюду, вот, ну вот, ну просто. Его единственная проблема, с моей точки зрения, это трехкратный прием, да, если говорить... И это, дать богу, ну мы же говорим про экстренность. А про экстренность я абсолютно с вами согласен, это мое мнение, что, вот, честно вам скажу, пришел бы пациент с тем же самым, в ящике есть капотен, дал бы точно так. Ну, потому что эти больные, получается, у них это такой своеобразный очень гиперкриз, на каждую же тоже не вызовешь скорую помощь, а мы их довольно легко выводим на капотене несколько дней. Это совершенно не значит, что не нужно подбирать терапию, тетравать препарат, это просто другие больные. Нет, я вас понимаю, да, экстренная ситуация. Да, поэтому мы их, вот, в наших рекомендациях мы как раз это прописали. Тактика иная, чем при обычной гипертонии. Вообще, я не уверен, что это относится к разделу классической гипертонии, такая постковидная тема. Она, наверное, была и при других инфекциях, просто раньше на это не обращали внимания. А сейчас, поскольку она влезла, так сказать, вложилась вот в общий симптомокомплекс постковидного синдрома, то мы на это обратили внимание и довольно, вот, правда, не знаю, что делать с гипотонией. Вот этот вот вопрос для меня остался совершенно непонятным. Ну, у нас, к сожалению, вообще нет ничего, я лично, я, например, не знаю лекарственных препаратов, ну, такие. Убраны кофе. Ну, да, кофе там, введение кофеина, ну, может быть, кардиамина, что называется. Но это что-то из области фантастики и совершенно к медицине имеет очень небольшое отношение. Помнится, на кафедре Орлова в третьем медиа была написана, по-моему, кандидатская диссертация. Ну, это 80-е годы, я просто тогда, там, где базировался кафтер, я там был врачом блока интенсивной терапии. 52-й, 52-й. Нет, 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 19-й. У него и в 52-й, и в 19-й. Да, я был в 19-й. Я просто видел эту работу. Так вот, они применяли малые дозы противовоспалительных препаратов. И вроде бы получили положительный эффект. В частности, что же там применялось-то? Сколько лет? А, в индомитоцин, небось, ничего нет? Индомитоцин, да, точно, точно. Вы абсолютно правы. Интересная мысль. Да, вот тогда я увидел, ну, видел такую работу. Не знаю, защищена она как кандидатская диссертация, можно ли или нет, но публикацию на такую тему я встречал. Ну, и разговоры среди сотрудников кафедры, так как мы тесно общались, естественно, кафедра в основном работала с пациентами, которые с инфарктом, там, у нас в ОКИ. То есть там писались диссертации, поэтому у нас было тесное сотрудничество. Вот. Мы хорошо друг друга знали. Но многие из них со мной на одной кафедре работали. А? А потом многие из них со мной работали на одной кафедре. Вы знаете, где еще индомитоцин применялся? Нет. При поносах. Я встречал экзотические рекомендации. Кстати, эти рекомендации... Но это вообще-то заведующие кафедры инфекционных болезней. Это не совсем экзотические рекомендации. Нет, я говорю экзотические, которые не совсем... Не в том смысле, что это, ну, как-то... Я понимаю, что это немножко оффлейбл. Да. Могу привести пример. Я в свое время сотрудничал с такой компанией, как «Врачи без границ». У них в рекомендациях... Они же очень много проводят времени в различных лагерях беженцев и так далее. У них против поносов есть свое назначение. Оно вполне официально прописано в их рекомендации. Кока-кола. Слушайте, мы сейчас с вами далеко уйдем, потому что кока-кола... Да, далеко зайдем. ...препарат. Я его рекомендую при ангине кока-кола со льдом, при гастритах, при язве она идет. Это американские рекомендации. И при поносе, наверное, тоже. Я почему-то про понос вспомнил, потому что мы сейчас как раз вот постковидный синдром позиционируем как нарушение регуляции, центральной регуляции различных отделов, так сказать, различных органов. Да, сердечно-сосудистая система, да, гипергипотония, тахикардия там тяжелая. И поносы тоже. И может быть вот это все как-то... Ну, в общем, надо подумать. Это очень интересно то, что вы сейчас сказали. Просто абсолютно неожиданно для меня с эндомитоцином. И тут же вот кто-то пишет, что это... Да-да-да, я вижу. Да. Что помогал, значит, эндомитоцин. Да. Ну, интересно, интересная тема. А еще вот вопрос, можно ли брать при ХБП? При хронической болезни почек это не только можно. Это одно из основных показаний. Первыми здесь свою эффективность дали, естественно, ингибиторы АПФ, как раньше всего. Сейчас, ну, многие сортаны, не на всех проведены такие исследования. Ну, например, по-моему, на лазертании есть. Ну, в общем, везде показано, что если мы говорим, в первую очередь это белок, четко снижается количество белка в моче, замедляется скорость, темпы снижения скорости клубочковой фильтрации. В частности, цифры выглядят в среднем так. Без назначения блокаторов рениным геотельзин и альдестероновой системы скорость клубочковой фильтрации падает примерно на 1 мл в месяц. При назначении БРА, ну, ингибиторов АПФ, это происходит замедление в 10 раз. Ну, это очень существенно. Мы с вами зацепили не только эндомитоцином, но и Кока-Колой. Ну, ладно, я думаю, что на этом мы, так сказать, можем благодарить Игоря Сергеевича за выступление. Я надеюсь, что оно не последнее будет на нашей школе. И перейти уже к следующему докладу.